всем привет спасибо вам за то что вы здесь что вы смотрите вот это вот все за то что пишите комментарии за то что материально поддерживаете канал это очень приятно и я растроган буквально этим процессом материальной поддержки данного канала и напоминаю еще раз существование плейлистов потому что если хотите какую-то пластинку увидеть здесь то посмотрите сначала в плейлисты возможно она там уже есть и вы легко можете ее увидеть не задавая мне вопрос в лишних но в комментариях очень много интересного я с большим интересом с большим удовольствием их читаю иногда даже на какие-то отвечаю иногда не успеваю ответить на все так что уж извините ну а сегодня хочу вспомнить одну из пластинок своего детства the who who's next 1971 год пластинка моего детства которая переросла в пластинку моей юности потом переросла в пластинку моей зрелости и теперь стала пластинкой моего настоящего как обозначить это настоящее я не знаю перезрелость наверное в хорошем смысле этого слова как сказал эдуард лимонов 60 лет это лучший возраст возраст для мужчины то есть это когда уже все знаешь но при этом еще все можешь и жить становится легче с с тем пониманием происходящего вокруг и со своими собственными возможностями существовать в этом настоящем вот так так что я наслаждаюсь собственным возрастом и окружающим меня миром и своими возможностями существовать в этом мире вот даху великолепная группа к большому моему сожалению или собственно о чем не сожалеть я эту музыку люблю и мои друзья ее любят и мы прекрасно общаемся обсуждаем эту музыку друг с другом так что что мне сожалеть о том что эта группа в нашей стране среди любителей рок-музыки не слишком популярна можно даже сказать вообще не популярна если массово так вот смотреть на меломанов нашей страны ну я уже говорил в ролике посвященном пластинке квадрофиния группа даху следующий альбом после хузнекст 73 года что группа даху не вписывается ни в какие стилевые рамки не в какие стилевые ограничения а большинство людей они же я читаю комментарии я все это наблюдаю хард-рок прогрессив рог там еще какой-то рок еще какой-то панк-рок не wave вот это все вот это вот все да и когда слушаешь даху сразу возникает у человека который четко вот так вот раз расставляет пластинки по стилям у себя или там в компьютере в папочке складывает сразу возникает ощущение какого-то обмана потому что вроде бы это хард-рок но не похож на хард-рок и кажется ну как-то и не хард-рок вовсе для так называемого прогрессив рока это слишком как-то рок слишком и подача роковой звук такой все и как брок и вроде как и не то неси и построение песен совершенно для рока такого привычного совершенно непонятное построение песен как в так называемом прогрессив роки до сложная сложная много частей в каждой песне развитие туда-сюда неожиданные повороты но при этом это все как бы подается как прямой тяжелый рок и в общем и непонятно как это путаница в голове что это за чертовщина такая что вообще какая-то ерунда какая-то ерунда и на гитаре питтаун сант играет не так как играют в тяжелом роке совсем не так вообще у него абсолютно своя манера при этом играет он безумно круто это удивительно гитарист со своим собственным стилем как я уже сказал да чуть выше и в общем ну не не ложится и поэтому забудьте вы наплюйте на все эти названия прогрессив рок не прогрессив рок перепрогрессив хард-рок это все а когда дело доходит до тяжелого рока современного там металл new metal там death doom вот эта чушь вообще собачья все это выдумали журналисты а мы как попугаи вот это все повторяем идиотизм этот гранж я уже говорил про гранж про саунд сиэтла до большего идиотизма придумать невозможно а именно что гранж это сам сиэтла это чушь какой-то идиот написал статью идти и и понеслось то есть ну и подробнее это в ролике про sky 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 кризис мэри так вот за группа the who who's next 71 год как я уже говорил группа дала несколько потрясающих концертов каких-то грандиозных играли они фрагменты недописанной оперы пита таунс до лайфхаус и концерты были настолько хороши и время пришло уже соответственно к тому что выпускать новый альбом в результате чего кит ламберт позвонил таунсен дом не сказал что давайте приезжайте в студию будем записывать новую пластинку вашу кит ламберт это продюсер дыху группа немедленно отправилась в где приступила к записи нового альбома опираясь на материал вот этой самой оперы лайфхаус который так и не состоялась в результате но кит ламберт повел себя не очень адекватно потому что продюсерским обязанностям своим он предпочел злоупотребление разные злоупотреблял человек группа от не очень устраивало и она с частью материала который же был записан перебралась в лондон пригласила глина джонса в качестве продюсера джонс послушал материал сказал что это все офигительно это все очень здорово но надо все переписать с нуля стали переписывать с нуля а идея оперы она как-то так растворилась в тумане и слава богу потому что музыканты почувствовали себя достаточно свободно не скованными не скованными рамками код вот конкретного большого полотна в которое надо по кирпичикам вставлять мелодии и в результате записали божественный альбом классический совершенно если говорить о тяжелом роке уж извините я приведу это определение то это такая вот золотая классика просто одна из пластинок которые должны быть в качестве таких вот как бы символов хард-рока семидесятых годов при этом музыка очень сложная не похожая опять таки ни на что я очень много групп приводил показывал пластик приводил вам дан показывал пластинки и говорил что эта музыка не похожа ни на что да я такие группы люблю я не люблю когда музыка на похоже на что-то очень сильно группа дыху не похожа его года вроде бы тяжелый рок все ноль совершенно совершенно все по-другому все против правил все не так и настолько все с одной стороны яростно громко зверск со зверской подачей с атомным голосом роджера долтри с барабанами кита муна безумными абсолютно грохочущими с с басом and whistle а про гитару таунсен да я вообще молчу это отдельная история а с другой стороны построение песен она ближе к какой-то ну если не классической музыки то как какой-то академизм полный настолько все сложно изящно тонко выверено четкое развитие просто я не буду говорить что там это гениальная музыка да это там моцарт и бетховен но это очень серьезные музыкальные произведения которые требуют того чтобы их раз слушать но при этом драйв роком роллина остается все равно вот такая штука таунсен увлекся синтезаторами здесь тут очень много синтезаторного звучания но она настолько вот уместно настолько в меру настолько его она настолько не лезет вперед хотя начинается все прямо вот синтезаторов баба у райли вот это вот начало прямо вот синтезаторные такие штучки и не принявшую неужели это дху неужели это вот те парни которые разламывают барабаны на сцене и таунсен прыгает выше всех вместе с гитарой никто выше таунсен да не прыгал еще из гитаристов но потом начинается размашистая с прекрасным вокалом как написал один критик что роза роджер долтри лучше чем на этом альбоме не пел нигде и никогда здесь действительно здесь вокал умопомрачительный и тяга вот какая-то все время в этом размашистом рок-номере а это чистый рок-номер с бешеной гитарой таунсенд играет аккордами большими аккордами маленькими аккордами микроскопическими аккордиками иногда рок-н-ролльные одноголосые вставочки играются на гитаре прекрасно на акустической гитаре играет изумительным в песне love and for keeping третий номер и в песне going mobile про behind blue eyes я не говорю и санка зова прекрасно владеет акустической гитары электрической гитары просто гитарист от бога на самом деле и вот это баба о райли размашистая широченная громкая похожая на какое-то оперное начало вот с оперным началом группа queen все время заигрывала но там там все это так объясняется сразу я пою как в опере такой фредди меркурия здесь поет рок-н-ролльный бокали бокалист рок-н-ролльный певец и вот сразу какой-то или извиняюсь когнитивный диссонанс у человека возникает я не знаю у какого человека у меня не возникает следующий номер не такой размашистый как баба о райли но такой же широкий такой же мощный такой же плод до баба о райли очень интересный кусочек финал песни когда kit moon начинает бешеную джигу на барабанах выделывать причем темп ускоряется 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 начинает играть скрипка которую продюсировал тоже kit moon на самом деле он придумал партию и там не он играл на скрипке правда но это его фишка была очень интересный финал неожиданный просто после вот этой размашистой оперной такой истории love and for keeping как я уже говорил блещет просто питтаун с акустической гитарой но песня при этом тяжелая потому что бас интуисла барабаны все присутствует но вот акустика она дает такую прозрачность так все здорово my wife песня которую поет john and whistle она им и написано с духовой секции один единственный номер где включается духовая секция на фортепиано играет тоже and whistle и поет and whistle да я уже сказал очень странная песня такая немножко едкая ну а дальше пошла просто классика говорят дху группа неизвестная ха 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 неизвестная а вот песня song is over песня getting in tune песня особенно behind blue eyes я их слышал в куче вариантов кучи версий их перепевают попсовые певцы попсовые певицы в разных стилях в современном таком каком-то транс-эмбиент там не знаю что ритм-эр-н-б стилях и они звучат повсюду не в нашей стране только к сожалению но на радио везде вот эти версии этих песен я слышал много-много-много раз то есть они настолько пошли в мир они настолько известны настолько узнаваемы насколько люди их любят что я не понимаю почему в нашей стране они не на вершине не за у меня они внутри меня не на вершине санка санка за ур прекрасный номер таунсенд вообще здесь довольно злой на этом альбоме пишет и санка за ура и love is over и все закончено и мы начинаем другую историю особенно это читается в песни one get full again one get full again восемь с половиной минут песни который закрывает этот альбом завершает мощнейший номер нас больше не одурачить поет питтаунг поет роджер долтри и она тоже она такая широкая песня громкая яростная с гитарными вот этими вот аккордами жгучими мощная потом динамика уходит такая пауза 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 синтезатор играет арпеджио тихонечко и вроде как финал 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 дикий крик долтри длинная нота орёт просто а и начинается уже полный рок-н-ролль рок-н-ролльный разгул просто просто до мурашек выворачивает но behind blue wise перед ней идет я уже сказал что это просто невероятной красоты песня getting into you первая на второй стороне тоже невероятной красоты песня который начинается как баллада а потом шарах и пошел тяжелый рок громкий неистовый с фортепиано ники хопкинса который как фортепиано просто молотит какой-то такой аккордовый хаос что становится очень весело в общем пластинка великолепная классическая и она и сложная и легкая и яркая насыщенная мелодиями насыщенная неожиданными ходами музыкальными нас насыщенная звуком разным 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 очень много всего очень плотно и я ну не понимаю почему я так мало слушают в нашей стране и ребята это шикарная вещь шикарная просто я не знаю к аранжировку кстати приложил руку глин джонс здесь писал аранжировки вместе с таунсоном так что большое ему за это спасибо аранжировки просто классические просто какая-то какие-то композиторские высоты такие не знаю как кем надо быть чтобы так сочинять все друзья я пошел пить пока